Спасибо, Тебе, Господь, за этот новый день. Спасибо, Тебе, Господь, за каждого студента здесь. И мы просим Тебя, Господь, открой наш разум для понимания Твоего Слова силой Духа Святого. Измени нас, Господь. Преобрази нас в Твой образ, Господь. Мы любим Тебя. Мы хотим следовать за Тобой и служить Тебе и прославлять Тебя. Во имя Иешуа. Аминь. Сегодня мы рассмотрим праздник первых плодов. И вы должны помнить, что все это происходило в те дни, когда общество было сельскохозяйственным. Все зависело от посева урожая и от жатвы. И праздник первых плодов — это было приношение первой жатвы. Я дам вам местописание. Левит 23, 9-14. Второзаконие 26, 1-10. Праздник первых плодов происходил на второй день праздника опресноков. То есть, Праздник первых плодов праздновался в Шаббат, праздник опресноков праздновался в Воскресенье, а Праздник первых плодов праздновался в Понедельник. И людям не разрешалось пользоваться своей первой жатвой до тех пор, пока они не принесут первые плоды. Помните, вчера я говорил вам о трех пунктах, по которым я преподаю? То есть, во-первых, я говорю, что это был за праздник. Второй пункт, чем этот праздник является сегодня. И потом применение этого праздника. Сейчас мы говорим о том, чем был этот праздник, что это был за праздник. И люди приносили сноп ячменя, потому что ячмень, он первый созревал для жатвы. И обычно этот ячмень, он был смешан с елеем и благовониями. Какую-то часть из этого священник бросал в огонь, а какую-то часть оставлял себе для еды. Мы прочитаем несколько стихов. Исход, 22 глава, с 29 по 31 стихи. И я попрошу Диму прочитать эти стихи. Исход, 22 глава, с 29 по 31 стихи. Давайте вернемся к началу 29 стиха. Не медли. То есть, не медли приносить твои первые плоды. То есть, как только ты получил первые плоды, сразу их отдавай. И здесь сказано о начатке от гумна твоего и от точила твоего, а также первородного. Вот в английском переводе там сказано от алкоголя. У нас сказано точила твоего. Ну, то есть, если кто-то дал тебе бутылку водки, то часть этой бутылки отдай Господу. Это была шутка. Я люблю шутить. Заметьте, здесь сказано, отдавай мне первенца и сынов твоих. О дочерях здесь не говорится. Поэтому очень важно вашего первенца, сына, посвящать Господу. Далее они то же самое должны были делать с волами, с овцами. И также сказано, и будете у меня людьми святыми. Давайте поговорим о том, что же этот праздник значит сегодня. То есть, первая из всего – это та тема, которая проходит через все Писание. Это как нитки, из которых соткан материал. То есть, есть несколько таких нитей, которые проходят, начиная от книги «Бытие» до Малахии. Некоторые из них даже проходят через Новый Завет. Например, пролитие крови для искупления грехов. То есть, это можно назвать красной нитью. Также нить первых плодов, приношение первых плодов, она берет начало в книге «Исход» и также проходит через все Писание. Авраам ничего не знал о первых плодах. То есть, в то время никто ничего не знал о первых плодах. Они просто приносили жертву. Но вот здесь мы видим начало праздника первых плодов. В Луке 2.23 сказано, что каждый младенец, разверзающий ложественно, должен быть назван святыней для Господа. Это значит, что каждый первородный сын должен быть святыней для Господа. И вот Мария, мать Ешуа. То есть, Ешуа был первенцем, и он должен был быть назван святым Господа. И когда Мария и Иосиф пошли в храм с младенцем Иисусом, тем самым они исполняли закон. Когда проводилась с ним эта церемония, Ешуа была где-то месяц от рождения. И Мария и Иосиф, они в точности исполнили то, что говорил закон. Теперь давайте откроем числа 3.13. Павел, пожалуйста, прочитайте. Числа 3.13. Это очень интересный стих. Здесь одновременно происходят две вещи. Во-первых, Бог говорит, что я поразил всех первенцев в земле египетской. И в это же самое время я избрал всех первородных в Израиле. То есть, раньше такого никогда не происходило. То есть, с одной стороны, Бог убивает многих младенцев. А с другой стороны, Он благословляет многих других младенцев. И, конечно, когда Бог поразил младенцев в Египте, то это был суд за их идолопоклонство. Поэтому все первородное, мужского пола, оно особенное в глазах Господних. И вот мне нравится, как об этом сказано в моем переводе, что все первородное – мое. То есть, это принадлежит мне. И в конце этого стиха сказано, что не только люди, но и животные. И я хочу задать вам вопрос. Господь просит Свой народ отдать Ему первое, то, что они получили. И вопрос такой. Почему было так важно, чтобы Господь получал вот первое из всего? Богу это что, нужно? Нет, Богу это не нужно. Что, Бог хочет что-то забрать у Своего народа? Нет, фактически Бог дает что-то Своему народу. Он хочет, чтобы мы знали, что все, что мы имеем, пришло от Его руки, и Он хочет показать нам Свою любовь, милость и благодать. Все, что у нас есть, оно от Господа. Это удивительно. Вот я приведу пример. Это кофе. У вас там чай. Как мы это получили? Чай и кофе приходят от растения. То есть, чайные листья и кофейные бобы. И как они растут? Что им нужно? То есть, во-первых, их нужно посадить в землю. Им нужна вода, которая приходит через дождь. И также им нужен солнечный свет. И каждый раз, когда вы выпиваете чашку чая, вы выпиваете маленькую частицу солнца. Каждый раз, когда вы съедаете тарелку борща, вы съедаете частичку солнца. То есть, это целая наука, так как солнце находится как раз на том расстоянии, на котором оно нам не вредит, и мы можем радоваться солнцу. И когда мы жертвуем что-то Богу из наших первых плодов, то тем самым мы даем Ему то, что Он дал нам. Давайте перейдем к Новому Завету и рассмотрим первые плоды здесь. Римлянам 16.5. Ольга, пожалуйста, прочитайте нам. Приветствуйте возлюбленного моего... Епинета, который есть начаток Ахай для Христа. То есть, начаток, это как первый. И то же самое Он говорит в 1 Коринфянам 16.15. А мы не будем читать это местописание, но можете его записать. И в Римлянам 11.16 Павел говорит о начатке. То есть, это как тесто, да? Если начаток свят, то все, то и целое. Ну, то есть, тесто, это смесь муки, там, елея, дрожжей, и мы печем хлеб. А потом мы берем, ну, такую небольшую часть этого теста. Ну, то есть, у нас здесь просто сказано, если начаток свят, то и целое, а у них вот в английском переводе там как тесто, да, подразумевается. Ну, то есть, здесь апостол Павел показывает, что не только первые плоды святы, но и все целое, оно все свято. И в Римлянам 8.23 Здесь сказано, что мы имеем начаток Духа Святого. То есть, до этого момента никогда в истории Дух Святой не был дан человеком так, как он дан сейчас. В день Пятидесятницы, когда апостолы и другие ученики ожидали от Господа, Дух Святой сошел на них. И это был начаток плодов Духа Святого. То есть, мы получили то, что никто не имел в одни Ветхого Завета. В Откровении 14.4 Это верующие в Ешуа в последние дни. Они названы первенцами Богу. 144 тысячи. 144 тысячи. То есть, вы видите, как эта нить проходит через все Писание, начиная с книги Исход до книги Откровения. Но теперь мы подходим к самой важной части первых плодов. Это 1 Коринфянам 15.20. Андрей, пожалуйста, прочитайте. Христос воскрес из мертвых, и Он первый плод, Он первенец. А что произошло с верующими, которые умерли в Ветхом Завете? Что произошло с ними? Они не пошли в ад, но они пошли в то место, которое было отведено для верующих, и там они ожидали воскресенья. Небольшой прообраз этого мы видим в одной из притч, рассказанных Ешуа. Фактически, это даже не притча, это история, рассказанная Ешуа, это о богаче и Лазаре, когда богач умер и увидел Лазаря на лоне Авраама. Но их отделяло пропасти, которые невозможно было перейти, потому что он не был верующим. И таким образом все ветхозаветные верующие смогли попасть на небо благодаря тому, что сделал Ешуа. И те три дня, когда Ешуа был в могиле, ну, до воскресенья, это было то время, когда он собрал тех верующих и взял их к Отцу. А теперь давайте рассмотрим Ешуа как первый плод. А в какой день недели произошло воскресенье? Первый день. Но здесь существует много различных мнений. То есть, есть разные подсчеты, как это произошло. Но Господь поставил это так, шаббат, то есть Пасха. Воскресенье – это праздник опресноков. И праздник первых плодов – это понедельник. И Ешуа, как первый плод, воскрес в понедельник. Вам не нужно с этим соглашаться. Есть много разных способов, как подсчитывают это время. Но важно то, что Ешуа является этим первым плодом, и благодаря этому у нас есть надежда на воскресенье. Мы являемся частью жатвы. Мы – особая жатва первых плодов для Господа. Давайте поговорим о применении на сегодняшний день. Все очень просто. Давайте первую часть из всего, что вы получаете Господу. И есть свидетельства, говорящие о том, как это приводит благословение в вашу жизнь. То есть, это не десятина. И не приношение. Вы просто берете первую часть от того, что вы получаете, и отдаете это Господу. Звучит, как бы, слишком много. Допустим, у вас сто гривень. Ну, во-первых, десять процентов из нее принадлежит Господу. Потом еще есть приношение. А потом первый плод. И что у вас останется? Однако, если вы это делаете, если вы верны в этом, то Бог даст вам больше, чем вы давали Ему. И мы с женой можем свидетельствовать об этом. То есть, мы пытались, не всегда, правда, были успешны в этом, но пытались давать Господу первый плод из того, что мы получали. И я поделюсь с вами небольшим свидетельством о том, как Господь заботится о нас. А в 69-м году мы продали наш дом в Америке. И мы продали его на 2000 долларов больше, чем когда мы его покупали. Ну, тогда числа были поменьше. Мы купили тот дом за 14 тысяч долларов. Это было давно. Да, было бы хорошо, если бы и сейчас можно было что-то купить за 14 тысяч. А продали мы этот дом за 16 тысяч. Ну, и вот эти две тысячи мы использовали для переезда из Америки в Центральную Америку, где мы должны были быть миссионерами. То есть, мы не просто первый плод отдали Господу, мы отдали Ему все, что у нас было. И на тот момент в Америке у нас не осталось ни дома, ни квартиры. То есть, жить было бы негде. И начиная с того дня, Господь всегда давал нам жилье. Я могу целый час рассказывать вам истории, которые происходили с нами. Когда люди давали нам жить в своем доме или квартире. Это просто удивительно. Вы не можете дать Господу больше, чем Он дает вам. Но мы даем не для того, чтобы получить. Мы даем, потому что мы послушны. И мы любим Господа. И в послушании мы хотим давать Ему. Он получает это, умножает и возвращает нам. И мы можем свидетельствовать об этом. Господь благословляет нас во многом. Однажды к нам в гости приехала наша знакомая из России. Когда мы были в России, она переводила нам. Ее звали Люба. У нее была возможность приехать в Америку и изучать английский в университете. Мы пригласили ее к нам в гости. Заплатили за ее билет на самолет. Мы взяли ее с собой в церковь. И также она побывала у нас дома. И она сказала, у вас такой большой, красивый дом. Я сказал, да нет, дом у нас маленький. Я спросил, хочешь увидеть большой дом? Она сказала, да. Мы сели в машину, поехали. И приехали в другой район. Ну и проезжая мимо одного дома, я сказал ей, Люба, вот это дом. Она сказала, больше похоже на школу. Такой большой. У нас дом небольшой. Да в принципе и не нужен такой большой. Ну то есть все те годы, когда я мог бы зарабатывать деньги, живя в Америке, я эти годы провел в Центральной Америке, как миссионер. То есть это все мы отдали Господу, как жертву. И впоследствии у нас не было денег в банке. У нас, в общем-то, очень мало. Почему мы находимся здесь сейчас? Это благодаря вашим братьям и сестрам из Америки, которые дали пожертвование, и мы смогли приехать. У нас самих денег нет. Но у Господа они есть. И я надеюсь, что вы получаете благословение в результате того, что мы здесь. И вы получаете это благословение от Господа. Обычно мы получаем пожертвование от людей, когда мы рассылаем им письмо, в котором мы пишем, что вот мы собираемся ехать. И обычно деньги приходят достаточно быстро. Но в этот раз было не так. В Америке тоже экономический кризис. И нам пришлось рассылать второе письмо, в котором мы написали, что мы получили только 10% от необходимой суммы. А у нас до поездки оставалось всего 2 недели. Я уже купил билет на самолет в кредит. И за 5 дней мы получили 70% от необходимой суммы. То есть, это приключение в вере. Когда ты доверяешь Богу, что Он обеспечит. Возможно, вы тоже мечтаете о том, чтобы ехать куда-то на служение. И у вас тоже будет это приключение, когда вам нужно будет доверять Господу, что Он обеспечит вас всем необходимым. И хочу закончить таким комментарием. Однажды мы были на церковном служении в Америке. И там был молодой человек, имеющий дар пророчества. И в тот вечер он проповедовал. После служения была молитва за людей. И он указал на нас с женой и сказал, пожалуйста, выйдите сюда. У меня для вас есть Слово от Господа. И пока мы к нему шли, он сказал, я не знаю, что сказать. И пока мы шли к нему, Господь сказал ему, что сказать нам. Ну, конечно, Он не знал нас, мы не знали Его, мы виделись впервые. И Он сказал, Господь хочет сказать вам, что вы отдали Ему все. И Он это помнит. И я заплакал. Иногда вам кажется, что Господь не замечает то, что вы делаете. Но это не так. И я говорю это, чтобы ободрить вас, давать первые плоды, и вторые плоды, и третьи плоды. Отдавайте все. Перерыв.